У меня высокий холестерин! Что делать? Я умираю! Почему холестерин наш друг, как правильно питаться и о чем говорят высокие цифры холестерина, обо всем об этом мы поговорим с вами в этом видео. Холестерин, да, это жир, но также это сырье для производства абсолютно всех гормонов в нашем организме. И когда вы пытаетесь убрать жиры из организма, вы таким образом обедняете свою гормональную систему. А тем не менее, надо знать, что даже если вы не едите жиры от слова совсем, ваша печень насинтезирует себе холестерина нормально. Поэтому наесть себе плохой холестерин, но это прямо надо постараться. В бланке анализа вы увидите общий холестерин. Зачастую только его предлагают вам сдать. Эта цифра действительно может быть повышена, но вот из чего она складывается. И поэтому я своим клиентам всегда предлагаю сдать липидный профиль. В липидном профиле вы увидите липопротеины очень низкой плотности, вы увидите липопротеины низкой плотности, липопротеины высокой плотности и триглицериды. Если в организме есть воспаление, будут повышаться липопротеины низкой плотности, потому что именно они устремляются к сосуду и заделывают его как пластырем. Но после этого должны липопротеины высокой плотности забрать их и увести на переработку в печень. Если липопротеинов высокой плотности не хватает, вот тогда в сосуде действительно может образоваться бляшка. Триглицериды это, внимание, окисленный жир, который мы получаем из углеводов. Когда в нашем рационе преобладают углеводы, а углеводный обмен поломан, вот тогда эта неутилизированная глюкоза начинает превращаться в триглицериды и откладываться в жиры. Мы с вами должны в анализе всегда ориентироваться не на общий холестерин, только лишь, а на липидный профиль, в котором мы триглицериды держим меньше одного, липопротеины высокой плотности больше, чем 1,8, и липопротеины низкой плотности, в принципе, могут ходить туда-сюда. Про липопротеины низкой плотности надо еще знать, что не их количество, а размер их частиц увеличивает риск атеросклероза. Размер частиц в России не определяется, поэтому мы ориентируемся на триглицериды. Если триглицериды начинают расти, начинается увеличиваться размер частиц липопротеинов низкой плотности. Это опасность. Вообще, если у вас есть проблема с повышением холестерина, в первую очередь, конечно же, я рекомендую озаботиться воспалением в своем организме. Наверняка оно есть. А вот о том, как снять воспаление в организме, я очень много рассказываю на своих программах. Кстати, я рекомендую вам поставить лайк этому видео и подписаться на телеграм-ботов, в котором я даю и бесплатные видео, и чек-листы, которые приближают вас к вашему здоровью. На мой взгляд, у повышенного холестерина нет никаких специфических признаков. Эти же самые симптомы могут относиться к чему угодно еще. Я бы обращала внимание на признаки инсулинорезистентности, которые, очевидно, будут вести к поломкам в липидном профиле. Папелломы, которые растут у вас, красные точки на теле. Это темные, например, подмышки, локти, это сухие пятки, спасательный круг в районе талии. То есть все это опосредованно будет указывать на то, что с вашим липидным профилем не все в порядке. Поэтому, если вы замечаете у себя один из этих признаков, я вам рекомендую сходить и сдать липидный профиль. На что я рекомендую обратить внимание в вашем рационе питания? Ну, во-первых, это уменьшение количества углеводов. Простые мы убираем вообще. Из сложных оставляем только овощи и крупы долгой варки. Убираем трансжиры, особенно сочетание трансжиры и сахара. Конечно же, ограничиваем количество сладкого в своем рационе, в том числе скрытый сахар, который содержится в продуктах, ну, в общем-то, вообще не сладких. Колбасы, например, соусы, майонез, кетчуп и так далее. Как ни странно, я бы рекомендовала убрать растительные масла. Любые растительные масла, особенно семечковые, они богаты омега-6. А омега-6 как раз является провоспалительным компонентом питания. И поэтому нам надо оптимизировать соотношение омега-3 и омега-6 в своем организме. Омега-3 является противовоспалительным компонентом питания. Для этого мы добавляем в рацион рыбу, добавляем животные жиры и добавляем масла, например, из авокадо или оливковое масло или кокосовое масло. Любое другое масло, кроме семечковых. Есть такие люди, которых я называю ипохондрики. Они умирают от любого чиха вообще, потому что не знают, как работает их организм, не знают, на какие симптомы обращать внимание, не знают, что хорошо, что плохо для их организма. И перекладывают, получается, ответственность за свое состояние здоровья на кого-то другого, например, на врача. Я призываю к тому, что любому человеку, любому надо знать, как функционирует твой собственный организм. Но это же единственное, что у нас есть, по сути. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я с радостью отвечу на каждый вопрос. А с вами была Марина Жигульская. До встречи в новом видео!